Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. День народного единства. В Анапе праздник собрал тысячи людей. Первый день после отпуска. Глава курорта наводит порядок на городских пляжах. Анапский рецепт. Решение проблемы нехватки мест в детских садах. День народного единства вошел в жизнь страны как символ гордости за могучее, многонациональное и сильное государство. Как этот праздник отмечали в Анапе. Главная площадь Анапы с трудом вместила всех пришедших на праздник. Солнечная погода, ярмарка с продукцией предприятия города, концертная программа, добрые встречи с друзьями и коллегами, возможность отдыха дарили хорошее настроение изначально. Все отлично, здорово, хорошая погода, люди гуляют, отдыхают. Великолепный праздник. Все классно, супер. Пока мы едины, мы не победимы. У молодого праздника есть самое главное – желание продемонстрировать гордость единым государством. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Анапское отделение молодой гвардии организовали масштабный флешмоб. Аплодисментами встретили выступление главы города Сергея Сергеева. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы делаем очень многое для того, чтобы Россия была уважаема в мире и чтобы самое главное – мы уважали свою страну изнутри. Наш многонациональный город – яркий пример того, как более 80 представителей самых разных народностей живут в мире и согласии, развивая культуру и традиции. Со многими национальностями у нас исторически сложившиеся отношения. Наша культура и история переплетаются, поэтому нам надо дружить между собой. Молодежь проявила себя с хорошей стороны, дали понять, что они заинтересованы. И в связи с последними событиями видно, что патриотика в нашей стране и дружба народов она есть. Со странами, те же самые кризисы, мы как бы не бросаем друг друга, мы пытаемся держаться все вместе. Неважно, какая ситуация, мы должны друг другу помогать всегда. На сцене выступили самые яркие коллективы города. Колорита добавили армянские и греческие народные танцы, а заводные ритмы Кавказа никого не смогли оставить равнодушными. Программа праздника пришлась по душе каждому зрителю. Концерт народного духового оркестра и выступление вокально-инструментального ансабля торжественно завершили концерт. В День народного единства глава города Сергей Сергеев пригласил за круглый стол руководителей национальных диаспор города, казачьих дружин, общественных организаций, ветеранов локальных войн. Встреча за круглым столом в День народного единства – лучшая возможность поблагодарить за то, что эти люди делают каждый на своем месте для того, чтобы многонациональная Анапа жила в мире и согласии. Мы ищем сегодня новые формы общения с людьми, и особенно с людьми, у которых есть определенный авторитет в обществе. Независимо от вероисповедания, независимо от национальности, мы живем в одной богатой, большой, национальной, хорошей стране. И от того, как мы будем ладить в Анапе, так будут строиться и международные устройства. С юбилеем поздравили председателя Совета ветеранов Анатолия Максимовича Гапонова. А глава города в контексте события подчеркнул, что придает огромное значение работе, проводимой национальными диаспорами, казачьими дружинами и общественными организациями по патриотическому воспитанию молодежи. Никто из присутствующих не может сказать, что администрация или я, как ее глава, где-то противодействовал тем мероприятиям, которые вы проводите в своих общинах объединенных. Я полностью приветствую. И если вы думаете, что я не смотрю в эту сторону и не вижу то, что происходит, я все это расскажу. И провожу анализ всем событий. И хочу за последние события выразить вам всем огромную благодарность. Я говорю о праздновании 70-летия Великой Гордынии. На встрече прозвучали предложения на перспективную работу, которые глава города с удовольствием взял на заметку. Глава города курорта в первый день после отпуска отправился на пляжи. Он отметил, что сегодняшнее состояние пляжей – позор для контролирующих городских служб. Сергей Сергеев потребовал от подчиненных не вести переговоры с коммерсантами, а понуждать наводить после себя порядок. Объезд глава курорта начал с МОПАКУ. 20 километров пляжной территории вверены муниципальному предприятию. Полумеры там убрали, а здесь не успели, Сергеева не устраивают. Сегодня что, ноябрь? Почему? Я не задаю вопрос, вам задаю вопрос. Почему здесь все ноги? Почему оно стоит? Расскажите. И таких объектов еще много здесь. Работать собираетесь? Я ко всем к вам обращаюсь. Собираетесь работать? Я никого не держу. Никого. И не прикасаем их ее. Людмила Николаевна, почему это происходит? Где управление торговли? Все в комплексе разберитесь, чтобы я сегодня этого сарая не видел. Начиная от речки Анапки, останавливаться пришлось буквально через каждые 150 метров. Брошенные киоски, рекламные щиты, горы строительного мусора на песке и даже линии электропередачи. И на каждой остановке главу уверяют – разберемся, уберут. Меня не устраивает, они сказали уберут. Понимаете? Я еще раз говорю – взять, взять и убрать. И сказать, что на будущий год их здесь не будет. Именно потому, что они не выполнили наши первые требования. На будущий год они будут ставить у себя на территории и одну будку, и вторую. На пляжах не должно быть и следа летней деятельности. Ни наша земля, ни наша ответственность, ни оправдание, а аргументы в пользу увольнения, считает Сергей Сергеев. Для подчиненных – это крайнее предупреждение. Для коммерсантов, которые наплевали на город – красная карточка на будущий год. Сегодня вечером по результатам объезда глава Анапы собрал все ответственные службы с отчетом о принятых к наведению порядка мерах. Служить России суждено тебе и мне. Такая спортивно-здоровительная смена в эти дни проходит на базе детского лагеря «Энергетик». В Анапу на соревнованиях собрались ребята со всей Кубани. Строевой марш – здесь одна из главных дисциплин. Ведь в соревнованиях участвуют воспитанники военно-патриотических клубов. 17 команд со всего Краснодарского края. Военно-спортивные мероприятия проводятся. Встреча с интересными людьми, участниками боевых действий, ветеранами боевых действий, представителями русской православной церкви, представителями поискового движения, которое выставляет нам выставки, экспонатов, обнаруженных на местах сражений Великой Отечественной войны. Проводятся творческие вечера. Юные патриоты участвовали в строевом смотре и эстафете. В военно-исторической викторине демонстрировали огневую подготовку. В тройке лидеров – команды из Каневского, Тихорецкого и Северского района. Также в программе смены встречи с ветеранами, лекции об истории Дня Единства, выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны исторического клуба «Черномор». Сегодня в 17 станицах и хуторах Анапы решена проблема с предоставлением мест в детские сады. В электронной очереди зарегистрированы 279 детей от 3 до 7 лет. За счет оптимизации в 22 дошкольных учреждениях создано более 900 дополнительных мест. Одним из таких примеров является детский сад номер 43 – хутор «Красный курган», где проблему очередников решили полностью, и теперь его посещают более 200 ребят. Даже посадку деревьев в этом садике превратили в настоящее представление. Все роли исполняли сами воспитанники. А главной гостью праздника стала матушка-осень. Как водится, пришла не с пустыми руками, с подарками. И хочу вам подарить саженцы деревьев, которые вы посадите у тебя на участке, будете за ним ухаживать. Помогать осени садить деревья вызвались все ребята. Летом эти дубки будут давать тень, а осенью – желудни. Они пригодятся для поделок. В этом садике все идет в дело. Любая свободная площадка превращается в учебное пособие. Мы сажали деревья рядом с нашими дорожными правилами. На этой площадке дети учат правила дорожного движения, выступая по очереди в роли водителей и пешеходов. А еще здесь открыли уголок казачьего быта. Все экспонаты принесли родители. Детки, приходя в этот уголок, они узнают, знакомятся с казачьим детям, с тем, как жили казаки до того. А для того, чтобы наши дети знали историю, это все наглядно, красиво и понятно для детей. Уже сегодня этот садик ставят в пример. Здесь же все готовы поделиться опытом и не скрывают главного секрета. Было бы желание, да еще шутят, если такая помощница, как матушка осень рядом. Свой дополнительный офис в Анапе открыл кредитный потребительский кооператив «Народное достояние». Один из первых кооперативов в Новороссийском. Среди его пайщиков числится много анапчан. Их интерес неуклонно растет. Именно с этим связано открытие филиала в нашем городе. В Анапском бизнес-центре на Мельково-32 открылся филиал кредитного потребительского кооператива «Народное достояние». На протяжении почти трех лет кооператив осуществляет свою деятельность в городе Герои Новороссийске, помогая его жителям приумножать свои благосостояния с помощью накопительных программ и получать выгодные займы. Кредитный потребительский кооператив является добровольным объединением граждан, куда они вступают для решения собственных вопросов финансовой взаимопомощи. Деятельность кредитного кооператива основана только на выдаче займов под залог недвижимости и приеме сбережений до 21% годовых. Здесь исключены спекулятивные и прочие рискованные инвестиционные операции. За три года работы кооператива многие пайщики поправили свое финансовое положение, улучшили жилищные условия. Мы действуем согласно федеральному закону номер 619. Также состоим в реестре кооператива в центре банка под номером 961. В кредитном кооперативе создана два ступенчатая система страхования и также предусмотрены данные страховки пайщиков. В соответствии с данным страхованием, члены кооператива имеют уникальную возможность застраховать и основную сумму сбережений, и начисленные проценты. Так пайщик гарантированно получит не только свои средства, но и может быть уверен в получении прибыли. Члены кооператива в курсе последних событий жизни организации. Здесь постоянно проводятся встречи, семинары, на которых пайщиков информируют о последних достижениях, новых программах. Обязательно проводят разъяснения, как правильно и выгодно разместить свои сбережения. Вступила я практически два года тому назад, а привела подруга, посоветовала, рекомендовала, что очень надежная компания, что действительно работают с людьми, и в общем-то честно, порядочно, откровенно. То есть они обо всех своих финансовых перемещениях, передвижениях, они всегда говорят откровенно, они никогда там ничего, приходишь, все расскажут, все объясняют состояние счетов, объясняют, что там новое, какие лучше посоветуют проценты. На открытии офиса в Анапе были приглашены пайщики из Новороссийска. Кроме официальной части мероприятия, гостей ждала праздничная программа с фуршетом, конкурсами и танцами. В тот же день в кооператив вступил новый пайщик, анапчанин Павел Дымченко. Ярким завершением праздника стала экскурсия под достопримечательностями Анапы, которую организовали руководители кооператива «Народное достояние». Теперь жителям Анапы получить доступ к современным и эффективным финансовым инструментам будет значительно проще. Город Анапа, улица Мелькова, 32, второй этаж. Завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 6 ноября в Анапе облачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 10-13 градусов, ночью до 9 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 15 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине «Доступная и качественная одежда» для детей и взрослых. Модная школа. Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Но я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.